Данные оперативного штаба по заболеваемости коронавирусом уже на протяжении почти месяца оказываются малоутешительными. Вот и на утро 16 декабря ситуация мало отличается от дней предыдущих 393 случая COVID-19 за сутки. Скончались 12 человек. Мужчины в возрасте 65 и 78 лет, остальные женщины. Все старше 60 лет. Выздоровели 279 пациентов. Госпитализированы 156 больных. Коечный фонд развернут пока тот же 4700 коек с учетом той ситуации, которая есть на территории. Пока обратного перепрофилирования у нас нет. Будем смотреть, как будет в следующей неделе складываться. В принципе, свободный коечный фонд достаточный, но решили еще повременить до следующей недели. Посмотрим, какая будет динамика по выявлению ковидной инфекции. Полностью окончили курс вакцинации в Новосибирской области 1 миллион 183 тысячи человек. Темпы на этой неделе оказались несколько ниже, чем на прошлой. Но после того, как медики начнут уделять повышенное внимание старшему поколению, которое теперь обязано привиться полностью, вакцинация, скорее всего, вновь пойдет в гору. Подготовили необходимые информационные письма для наших медицинских организаций первичного звена, для того, чтобы провели большую работу по выверке из количества лиц переболевших 60+, по каждому участку, количество лиц 60+, которые уже привиты. И это большая работа мы проводим еще и параллельно с фондом, для того, чтобы соединить вот эти все три составляющие, определить количество, которое еще не привито или которым требуется уже ревакцинация, составляем списки. А уже по этим спискам новосибирцев старше 60 лет начнут настойчиво приглашать на вакцинацию. Видимо, все идет к тому, что без QR-кода скоро полноценной жизни не будет ни у кого. Те ограничения, которые мы вводим, они всего лишь организуют наших жителей. Я считаю, что тот опыт, который мы получили за последний месяц организации в ходах при наличии QR-кодов и заведения и культуры, и общепита, и спортивные сооружения, говорят о том, что все очень качественно и грамотно организовано, каких-то вопросов нет. Я думаю, что подтолкнет жителей, кто еще не вакцинировался, в том числе и пойти на вакцинацию. И не стоит забывать, что 341 человек, которые в настоящее время находятся в отделениях реанимации, а также 58 пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, это в основном люди старшего возраста.